Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так что веселая маечка смотрится на нем как украденная Ну, надо было чем-то укрыться Даже ироничные шутки он отпускает так мрачно, что как-то неловко Но забавно Не всегда, но периодически К тому же, если слушать оригинальную озвучку, а не локализованную В которой, конечно, теряется харизма А сочные фразы часто превращаются в нелепость Хотя, стоит признать, что русский голос Сэма намного лучше, чем у русского дюка Нюхема Ну, чё уставился? Кончай глазик БФЕ приквел так, что действие разворачивается на земле в уже знакомом Египте Поэтому дежавю иногда будет колоть, но не сильно и не так часто, как можно было ожидать Благодаря новому движку и очень странному дизайну локаций Этот Египет воспринимается совсем иначе Складывается ощущение, что разработчики попытались максимально отстраниться от мультяшности второй части И о ляповатости First Encounter в сторону реалистичности Всё вокруг мрачно и серо И единственный выход сделать картинку более жизнерадостной Это сменить в настройках цветовой режим с обычного на так называемый яркий Но даже это спасает далеко не всегда Потому что сами карты порой унылы и неинтересны А некоторые, особенно тёмные лабиринты, так и вовсе какие-то убогонькие Хоть как экшен, Сэм во многом такой же Большие локации населены разнообразным тупым мясом И такими до более знакомыми вещами, как броня и аптечки Чем дальше, тем больше карты и толще противники Сэм носится как шальной Враги вываливаются нестройной гурьбой и несутся прямо на игрока Заставляя быстро бегать, быстро стрелять, быстро вырывать глаза И периодически быстро искать волшебные таблетки здоровья Третья часть не слишком жалует одиночное прохождение На уровне сложности «Человек» она довольно быстро перерастает в хардкор Которая в свою очередь к финалу мутирует в жуткую, утомляющую рутину Поэтому намного лучше проходить кампанию в кооперативе Один, два, три друга, зовите сколько можно и сколько влезет А влезает здесь до 16 человек Если никого нет в онлайне, посадите мать, дедушку, грудного брата за свой компьютер И развлекайтесь в режиме разделенного экрана Игра с товарищами проще и значительно веселее То есть монотонность и перебор, которые есть в сингле в последних уровнях Чувствуются даже если ты не один, но все-таки не так сильно Несколько раз за игру приходится бегать по черным-черным коридорам и залам Вооружившись фонариком При этом, если взять винтовку, то вместо олдскульной стрелялки Получается вполне себе обычный современный шутерок Еще авторы добавили красивый ближний бой Нажимаешь одну кнопочку и отрываешь башку Или отпинываешь подальше, или опять же вырываешь глазик Поначалу круто, но потом выходит какое-то безумие и даже читерство Иногда можно перебить несколько десятков врагов подряд Пользуясь исключительно этой функцией Даже толком никуда не отходя Стоишь и нажимаешь одну кнопочку И при этом звучит один и тот же звук Показывается одна и та же сценка А если наблюдать за этим не от первого, а от третьего лица То еще порой смешно Кроме кампании есть еще целый калейдоскоп всяких разных удовольствий Есть кооперативное выживание, где нужно убивать врагов до посинения То есть до бесконечности Есть безумный и все такой же крайне динамичный соревновательный мультиплеер А там масса режимов От стандартных дизматча, тимматча, захвата флага до их вариаций Побои еще здесь действительно взрывные Разве что игроков не слишком много И в основном все сидят в простых дизматчах и командных боях Словом, третий серьезный Сэм хорош Особенно если играть по онлайну Не важно во что Да во что угодно Но в некоторых моментах сингл мог бы быть и поувлекательней В том же недавнем Hard Reset И дизайн уровней поинтереснее И динамика местами повыше И хардкорность какая-то более правильная А не просто перебей сотню скелетов в узком каньоне Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры сделал DimaTorzok